здравия всем правдорубам с наступающим вас друзья мои я желаю чтобы у вас в новом году все было намного лучше чем в прошлом году чтобы у вас было больше счастья но я хочу сказать о следующем вот я вот тут залез на немецкий сегмент атмосферы земли посмотреть ну что я могу сказать немного тут и написано вот и все в принципе 1 2 фотография с мкс слои атмосферы температурный чуть-чуть режим давления но и все перешел на русский здесь на пару картиночек больше та же фотография пару картиночек но это же не бог и что ну или как бы что я хотел я на чем думал что вот вот эта вот картинка во первых тут то дело в чем русский вроде как это немецкий там нет такой картинки а у русских есть а это же картинка на русском сайте голландская что у нас это голландия что или великая космическая держава которая покоряет просторы космоса космоса и выдает нам температурные режимы и давление до высот 1500 километров просто удивительно где же наши доморощены ну что это такое это не серьезно вот но и видеть температурная кривая идет вот таким вот образом до тепло холодно тепло холодно тепло 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 горячо жарко потому что на высотах в термосфере она достигает температур значение вот следующих вы обратите внимание что я сейчас вам скажу днем в космосе от 1200 до 1700 градусов а ночью в космосе а 480 до 980 градусов это мне напоминает детский анекдот про василия и петьку который сказал дуракам поясняю что на солнце полетим ночью так вот уж не знаю как от трактовать день-ночь на температуры вот такие в термосфере я видел таблички где достигают температуры и до почти 6000 градусов а это соответствует температуру на поверхности солнца в общем ног остановимся хотя бы вот на этом но я хотел восстановиться да то есть чтобы для себя понять на венеру и мы запускали и на луну мы запускали кстати вот к этой фотографии с луной мы еще вернемся это вот снимок с мкс и это для меня лично была бомба но сенсация просто не знаю как может другие не заметили раньше не знаю посмотрим так вот это похоже на что это похоже на слои видите здесь паузы есть тропа пауза страта паузами за пауза это разные свои температурные они напоминают мне подводную реку вот здесь вот до удивительная река в мексике подводная вроде как одна сфер среда одна но тем не менее в этой среде есть и вот река другой другая плотность чуть другой может быть состав и можно сидеть вот так вот на бревнышке под водой в акваланге и удилищем рыбку гудить вот я подумал что ну как у нас же вид здесь слоями до идет и вот это вот здесь показано вот видите слои они меня смутило следующее почему я над этим задумывался почему я должен этой картинке верить ведь ее же ставили сюда те же люди которые нам рассказывают и историю в которой черт ногу сломит все переврали от начала до конца и как сказал один польский историк если из истории убрать всю ложь это не значит что там останется одна правда может статься такое что вообще ничего не останется и также все остальные науки куда не глянь там одни эти ну даже в общем кто в курсе тот в курсе да то есть я не для тех это рассказываю кто думает что он появился из теории теории первого взрыва и эволюционировал и займем и хомо сапиенс это для тех кто уже чуть проснулся думает своей головой и вопрос просто почему я должен верить что это именно так то есть они нам там везде но если не все врут то отчасти потому что все знают что знание это сила и если эти знания дать всем то как же они будут управлять об этом кстати и греф говорил кто интересуется и значит понимает о чем я говорю когда он сказал что людям то нельзя говорить всю правду мужем и управлять не сможем вот поэтому немецком чуть-чуть об атмосфере атмосферы это вот шар пар шар пар переводится вот у нас тут тоже написано пар шар похоже это как на седьмое небо 1 2 3 4 5 6 7 спрятали от нас нету на седьмом мы бы жили в богодействии и радовались бы райской жизни а вот эти вот подводные реки чтобы удерживать здесь тропосферу нужны все остальные определенной плотности и температуры чтобы это держать и это ну да можно назвать определенным куполом вот на высоте 100 километров где начинается термосфера как раз идет отражение сигнала который на вызывает тропосферной связи был ролик об этом рассказывали хотя тропосфера вроде как на 15-20 километра заканчивается но люди которые практически занимаются говорят что сигнал отражается на с высоты 100 километров значит на высоте 100 километров да и какая-то другая среда типа подводной реки по аналогии которые некоторые вот называют куполом но думаю что сам купол в том где-то находится на высоте 10000 километров это мое может чуть больше потому что полярную вытянуть и как яйцо над северным полюсом потому что полярную звезду видно южнее экватора но так вот устройство земли как я говорил скорее всего вот в этом ролике что она скорее всего у нас все связаны с электричеством у нас электрохимическим способом даже человек общается клетки между собой то есть все именно так общается анод катод соленая перемычка электричество все заполняет пространство солнце его аккумулирует годовая в общем я рассказывал ссылочку скину посмотрите кто еще не видел очень похоже что так где-то близко вот я уже хотел было закрывать это дело потому что ну я сам это проверить не могу так это на самом деле или нет поэтому еще себе здесь голову ломать думаю закрою и перейду к другим темам остановился на фотографии она есть я говорю здесь и у немцев и у нас здесь смотрю еще плюсик можно увеличить я дай-ка думаю еще раз нажму раз нажал опыт что я увидел звезду несмотря на то что делается выдержка достаточно большая вот засветка видна везде да вот этого тряпь но вот здесь вот звездочку чуть-чуть видно да тут и вот здесь вот более четко а когда я опустил вниз то я вообще ахнул вот видите звезда вот это и вот звезда но это же звезда находится прямо на диске луны и светит через него вы видите это или нет это же просто феноменально как это я раньше не видел чтобы кто-то об этом говорил в ролике на эту под атмосфере много досмотрел эта фотография официальная же вам говорю это вот атмосфера земли снимок с мкс 2006 год на больших высокотах атмосфера становится очень разреженной так что и присутствие можно пренебречь ее присутствие можно пренебречь а вот пренебречь тем что через луну видно звезду вот этим никак нельзя и пренебречь нельзя тем что кто эту фотографию стали они наверняка это видели просто издевается над всеми над нами вот прямым так сказать текстом кстати вот этот вот козырь тем кто вот шароверов которые мы называем что вот посмотрите официальные даже фотографии вам говорят что луна это не просто объект вот есть на википедии посмотрите вот на это я просто нахожу это фантастишь как у нас в народе говорят да ну и что здесь скажешь это явно хорошая засветочка долгая нужно до чтобы это чтобы взять вот тусклую луну и более яркая звезда просто ее посвятила это просто бомба так 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 я даже не знаю что здесь далече потерял это очень мне понравилось сейчас просто можно быстренько кому-то даже википедии без всяких альтернативных там непонятных фотошопов или еще чего там в фильмов неизвестно снятых кем-то сразу идешь на официальную страничку раз и показываешь видишь звездочка светит через луну вы же понимаете что луна вот здесь вот так раз раз опа не закругляется из-под нее вот так вот светит звезда нет она круглая если даже и шарообразная и звезда точно светит через нее это как на исламских символах знаменах полумесяц и звезда полумесяц под косой блестит а во лбу звезда горит так что александр сергеевич пушкин нам намекал еще тогда вы повнимательной к небесным объектам относитесь ну так что на такой вот позитивной ноте я и прощаюсь с вами в этом году на следующий год я вам уже пожелал и хочу чтобы у вас настроение на остаток этого года оставалось отлично и на этой картинке замечательной я и отключаюсь всего вам доброго